Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак и сегодня разберем настройку лазерного уровня Fireco 3D. В принципе такая же конструкция у лазерного уровня Fukuda 3D. Для этого давайте разберем сначала корпус, разбирается значит верхняя часть снимается с помощью этих четырех винтов, то есть в первую очередь откручиваем их. Так вот открутили четыре винта и потихонечку снимаем верхнюю часть. Да, друзья, сидит она очень плотно и собственно говоря тянет за собой вот эти окошки, надо их придерживать, чтобы не зацепить вот эти боковые излучатели и такими раскачивающими движениями потихонечку снимать. Очень все плотно сделано, поэтому достается тоже все очень туго, ну это конечно неплохо, это большой плюс. Так вот так снялась у нас крышка и здесь у нас есть питание кнопки. Можно отсоединять, можно не отсоединять, но здесь самое главное, что удобно, что не надо доставать батарейки перед каждой проверкой последующей, то есть вы покрутили, понастраивали и сразу же можете включать нивелир и проверять, что у вас произошло. То есть это на самом деле очень удобно, потому что в некоторых нивелирах надо обратно собрать весь корпус, ставить батарейки, скрутить корпус, иначе батарейки не будут держаться, то есть процесс очень увеличивается по количеству времени. Так, ну давайте все-таки отсоединим ее, чтобы было удобней. Так, друзья, вот таким образом выглядит наш Firecore 3D внутри, хочу отметить качество исполнения также очень хорошее, все детали четкие, то есть никакой такой особой халявы не видно. Вот это у нас идут 4 волоска, если вам видно, с ними быть особенно аккуратными, потому что если вы их оборвете, то соответственно нивелир у вас не будет работать точно. Но их конечно же можно припаять будет обратно, если вы вдруг оторвали. Тем не менее, лучше этого не делать, потому что припаивать их довольно кропотливая работа. Более подробно посмотреть, за что отвечает каждый волосок и вот эти соединения можете посмотреть в одной статье на сайте laserlevel.ru. Ссылку на эту статью я оставлю в описании, так что если кому интересно, можете посмотреть поподробнее. Так, ну давайте снимем вот эту часть, то есть снимем эти окошки, чтобы было удобней просматривать настройку. Для того, чтобы нам снять эти окошки, нам необходимо открутить три вот этих болта, которые держат весь компенсатор на таком неком скелете. Давайте их открутим. Да, кстати друзья, предварительно надо открыть маятник, чтобы поднять весь компенсатор. Также необходимо отключить вот эти два соединения, только не забудьте их расположение обратное. Так, ну теперь нам вообще ничего не мешает, питание отключено и в принципе можно достать стекла. Так, вот одно стекло и второе. Потом устанавливаем все обратно и закрепляем. Также подсоединяем соединения, чтобы нивелир у нас работал и блокируем маятник. Так, друзья, вот сейчас у нас появился полный доступ ко всем трем плоскостям, то есть все болтики у нас открылись, юстировочные, которые прятались за окошками и можно приступать к настройке. Друзья, у этой модели нет настройки маятника поперечного и продольного, все излучатели настраиваются по отдельности, независимо друг от друга. Давайте разберем, если нам требуется настроить горизонт, то есть вот у нас горизонтальная плоскость и вот эта вся лазерная трубка имеет 4 винта. Три винта идет вот здесь пониже, один винт идет вот здесь повыше этих всех трех и также есть один винт с другой стороны, вот он. Так вот, самое важное не трогать вот этот винт, который находится над тремя винтами. Это в принципе проглядывается у всех плоскостей, то есть вот где три винта юстировочных и винт сверху, его трогать нельзя, он крепит всю трубку, то есть если вы его затронете, то вы просто расхлябайте всю трубку и потом настроить будет очень сложно. У этого бокового излучателя чуть по-другому, вот здесь идет три винта юстировочных, а винт который нельзя трогать, он находится вот здесь сверху. И четвертый юстировочный винт у этой вертикали находится также с другой стороны. Так, ну давайте вернемся к горизонту, то есть вот эти четыре юстировочных винта, вот эти три и один с другой стороны, вот этот винт, вот эти четыре винта отвечают за настройку всех четырех направлений, то есть если мы будем крутить вот этот винт посередине, то вся плоскость у нас будет наклоняться сюда, если мы будем крутить винт антагонист с другой стороны, то соответственно вся плоскость будет заваливаться в другую сторону. Эти два винта по бокам регулируют соответственно наклон влево и наклон вправо всей плоскости. В принципе довольно простая регулировка, нужна некая осноровка, то есть если сбит у вас уровень, то вы попробуйте по чуть-чуть покрутить какой-то винт и посмотрите что у вас будет происходить. В какую сторону у вас будет уходить плоскость, то есть вы всегда сможете вернуть винт в исходное положение, если допустим плоскость у вас пошла не в том направлении, в котором ожидалось. Поэтому, друзья, собственно говоря, здесь такая настройка относится ко всем излучателям, то же самое происходит и с вертикалями, главное представить как проходит плоскость, то есть вы должны у себя воображение представлять в какую сторону именно плоскость наклонена, только после этого вы начинаете думать какие винты надо крутить. Да, еще старайтесь, когда будете крутить вот эти маленькие шестигранники, придерживать пальцем вот этот железный корпус компенсатора, чтобы не было давления сильного на блокиратор и в принципе сам компенсатор, потому что здесь везде стоят маленькие подшипнички, чтобы их ни в коем случае не повредить. В принципе при настройке вы можете подключить кнопку обратно и допустим если вы настраиваете какую-то из вертикалей, эту или эту, не важно, уже можно просто прибор с места не сдвигать и подкручивать на месте эти четыре винта и смотреть. Соответственно переключать плоскости можно кнопкой, то есть это очень удобно на самом деле. Но друзья, если вы захотите снять полностью маятник, то придется тогда отпаять вот этот провод, потому что он не даст вам снять всю эту конструкцию. Если допустим посмотреть, не попали какие-то посторонние предметы между маятником и магнитами, если вдруг у вас начал залипать маятник. Ну в принципе здесь припаять обратно никакой большой проблемы не представляет, поэтому если вдруг случилась такая ситуация, то это также очень просто сделать. Вот в принципе и все, вся настройка. Друзья на этом все, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Если видео было полезным, то жду от вас палец вверх. Субтитры сделал DimaTorzok